Всем доброго времени суток! Сегодня поговорим о поиске новых студентов, где и как их искать для онлайн формата, что работает, что нет, обязательно расскажу и надеюсь тем самым отвечу на некоторые вопросы под последними видео. Думаю, что что-то для себя вы сегодня найдете. За последние сутки на мой почтовый ящик пришло 8 потенциальных заявок от разных студентов и от разных платформ. В основном это ваш репетитор, который всем известен как Profi.ru, но в Украине он работает именно под таким названием. И Buki.com.ua. Покажу еще один способ, но в конце видео обязательно досмотрите. Заходим на первую заявочку, чтобы понимать, как все работает. Здесь общая информация. Предмет, английский язык, ученик, взрослый, цель для себя, район Киев, это район проживания. Но так как я указала в своей анкете, что готова заниматься только дистанционно, значит ученик готов тоже это делать. Формат, какие дни и время и цена, которую готов предложить вам студент. Вот здесь уже по информации вы можете понимать, моя заявка или нет, прохожу мимо или остаюсь. Есть комментарии, где можно задать вопросы или что-то обсудить напрямую с клиентом. Но помните, что администраторы сайта обязательно за этим следят, чтобы вы напрямую не передавали свои контакты. Это нарушение правил, очень грубое, и за это могут просто блокировать и удалять из сайта. Если вас все устроило, кликайте на «Откликнуться». Я уже открыла здесь в дополнительном окошке. Это уже как все выглядит на самом сайте. И мы видим, что информация более детальна. Есть имя ученика, что очень важно. Используйте прямые имена, то есть вы напрямую обращаетесь к вашему потенциальному студенту вот здесь внизу, когда вы пишете ему свое предложение. Конечно, это говорит о том, что вы уделяете больше внимания и времени на то, чтобы ознакомиться с этой заявкой, а не так, как на автомате, машинально. Красными буквами написано, что заказ пока убран, но это тоже не повод останавливаться, потому что только три часа прошло, и значит они на стадии знакомства или даже еще только пробных занятий. У вас есть шанс, он, конечно, не такой высокий, еще побороться за этого студента. Зеленым помечено то, что совпадает и у вас, и у вашего ученика по критериям и по заявкам. Красным то, что не совпало категорически у меня эта цена. И вот этот синий значок, я так думаю, он говорит о том, что может быть и дистанционная форма, и очная. Что еще мы видим? Постарше желательно для ученицы и только женщина. В конце мы видим цену заказа 578 гривен при стоимости 250 гривен за 60 минут. Это немаленькая сумма, поэтому многие учителя не любят проферу. Я с ними согласна. Обязательно учитывайте, сколько раз в неделю у вас будут уроки с этим учеником. Насколько он готов платить наперед, потому что отдать 600 гривен, это значит нужно хотя бы заработать столько же или хотя бы чуть больше. Поэтому дважды подумайте. И есть срок коррекции 23 дня. Это значит, что вы не должны сразу все оплатить, а посмотреть на то, как ваше сотрудничество с учеником наладилось или нет, остался он с вами или нет, заплатил он вам или нет. Так что не спешите. Но вам не дадут новых заявочек взять, если вы не оплатите или полностью, или какой-то определенный процент предыдущей заявки. Это условия сайта. То есть есть все равно какие-то варианты, но просто тянуть 23 дня вы можете при условии, если вам не горит. Здесь внизу вы можете еще поменять сумму. Если вы укажете не ту сумму, которая у вас указана в анкете, в профиле, обязательно вас потом спросят, почему. И когда вы будете отправлять заявочку, это вы должны указать. Я вам уже сказала, что можно предлагать разное время, длительность и варианты соединения с другими людьми. Здесь, когда у вас сама заявка, предложение клиенту, нужно быть очень точным. Здесь не нужно писать свое резюме опять, потому что оно у вас уже есть на вашем профиле. И если ученик заинтересуется, он зайдет и все сам перечитает. Здесь должно быть очень все четко. Здесь должен быть крючок, на который вы ловите вашу рыбку, вашего студента. Четко обращайтесь по имени, говорите, что вы готовы помочь в изучении английского языка, что вы ориентируетесь на то, на то, на то. Это коммуникативная методика, что вы прорабатываете разные навыки, говорение, письмо, аудирование. Я все это пишу, но вот так вот кратко. Конечно, стоимость указываем, чтобы потом не было никаких недопониманий. И обязательно в конце надеюсь на сотрудничество, что-то такого плана. Все, отправляем отклик и ожидаем. Запаситесь терпением, потому что, когда вы только попадаете на эти платформы, у вас там нет репутации, нет рейтинга, нет отзывов, вы попадаете в серьезную конкуренцию. И иногда уходят месяца, недели на то, чтобы хотя бы один студент к вам пришел. Будьте настойчивы, каждый день отвечайте на все заявки. Это может быть нудно, это может быть неприятно, но если вы готовы идти к цели, просто думайте позитивно про будущее. Пишите четко в ваших анкетах, на последнем форуме, на котором я была, они говорят использовать язык цифр. То есть, если у вас даже один ученик, вы еще молодой преподаватель, но у этого ученика отличные результаты, конечно, тут человек вам поверит на слово. Если, конечно, есть какие-то грамоты и сертификаты, вы должны прикрепить это к вашему профилю. Но говорите языком цифр. То есть, вот я писала, у меня студент, который готовится к такому-то экзамену, он сдал этот экзамен, получил вот такой балл. Если это ученик в школе, вот он имеет там за четверть, за год вот такую оценку. Если это олимпиады или что-то подобного плана, обязательно пишите об успехах ваших учеников. И не пишите общие фразы типа «нахожу индивидуальный подход». Сейчас это считается уже непривлекательным для наших учеников. Будьте индивидуальны, но при этом будьте четкими, да, будьте профессионалами. Не говорите общими фразами. Очень-очень подкупает именно ваша репутация как ученика в цифрах. Как преподавателя, конечно же. Этот сайт мне нравится больше, и здесь я получала учеников за последний год. Я вам его советую, но нужно быть терпеливыми, повторюсь. Второй сайт – bookie.com.ua. Сейчас посмотрим, как выглядит заявочка в почтовом ящике. Здесь на украинском языке я приведу для тех, кто не знает. Здесь тоже есть имя клиента, есть стоимость за час, есть количество занятий, есть длительность занятий, есть сумма, которую вы должны заплатить. Как мы видим, ученик готов заниматься два раза в неделю, и с нас снимают сумму именно за два урока. То есть 250 гривен за час, 500 гривен мы должны заплатить. Если у ученика будет три раза в неделю, здесь будет 750. То есть я уже поняла, что их система работает иначе, чем на профи.ру. Вы будете платить за количество занятий за одну неделю. И они еще просчитали потенциальный заработок, но я считаю это очень размыто, потому что никто не знает, насколько ученик с вами остается. Ну да, потенциально, но даже этих 8 тысяч нужно попотеть, чтобы их заработать. Если вам все нравится, вы переходите на такую зеленую клавишу, перейти к заявочке. Я уже открыла, и что мы видим? Заявка уже неактивна, на нее назначен другой репетитор. И вот с этим сайтом постоянно у меня такая проблема. Я не знаю, с чем это связано. Они спрашивали, просили оценить их работу. Я все это писала, что я просто физически не успеваю отреагировать на заявку. А чтобы получить заявку, вы должны отреагировать на нее. И даже если вы были первыми, это не факт, что вам ее отдадут. Из тех, кто откликнулся, первых пару человек выберут того, у которого больше рейтинг и больше отзывов. Если вы новичок на сайте, повторяется та же история, что из профи.ру нет откликов, нет отзывов, нет репутации рейтинга. Все, вы уже не на первом месте. В приоритете вас точно не будет. Возможно, еще проблема связана с тем, что когда я работала офлайн, мне давал этот сайт много учеников. Были ученики и даже на несколько лет подряд некоторые оставались. И когда они звонили и звонили, а мне уже не было куда брать, я сказала, чтобы поставили где-то галочку напротив меня, что вот пока нет, пока не звоните. Возможно, эту галочку никто не убрал. И сама система сейчас говорит о том, что я не готова брать учеников, хотя я была готова. Сайт неплохой, он дешевле, чем профи.ру в каком-то отношении, удобный в использовании. Здесь тоже, как и на профи.ру, бывают вебинары. Вот в ближайшее время я записалась на какой-то бесплатный даже вебинар. Здесь много разной информации для преподавателей по разным предметам. Я даже в эту компанию устраивала свою подругу, которая здесь работала в колл-центре, которая сводила учеников и учителей. И она была очень довольна, говорила о том, что компания молодая, молодое руководство, они развиваются. И буквально полгода назад здесь предложили формат работы с поляками. При условии, что вы будете вести урок только на английском языке. Но сами заявки приходят на польском, что мне очень неудобно. То есть я должна еще как-то переводить, тратить на это свое время. Но цена вопроса дороже, там уже все в злотых. Так что если вы владеете польским или вы готовы немножко позаморачиваться, есть вариант выйти на Польшу, что тоже потенциально. Но вот за этот год ни одного онлайн-ученика с этой платформы ко мне так и не пришло, в отличие от профи.ру. И еще один вариант, который я вам советую, это страничка в Инстаграме. Конечно, здесь тоже нужно быть очень настойчивым и последовательным. То есть пару лет подряд я уже веду эту страничку и заводила ее изначально просто для поддержания своего уровня. И просто вот мне было интересно познакомиться с такой платформой, как Инстаграм. Потом, когда я решила уже зарабатывать что-то здесь, я поменяла профиль, шапку профиля. И вы, если вы настроены на заработок, пишите конкретно, что вы преподаватель, что вы занимаетесь. Конечно, цены я вам не советую здесь писать, но пишите в директ, то есть обращайтесь в директ. И после того, как я поменяла формулировку, хотя она у меня, как видите, на последнем месте, скайп, зум, уроки сразу же посыпались в директ. Вот вопросы о том, как, что, где. И это как раз были интернациональные студенты. Конечно же, мы никому не нужны в Англии и в Америке, только иммигрантам, например. Но даже постсоветское пространство очень многие писали, очень многие спрашивали. И, конечно, обсуждение уже было напрямую в директе. Придумайте для вашего профиля какую-то идею, что вас будет отличать. В моем случае это была система составления слов. Из двух слов вы получаете третье. Вот, например, у нас был sick leave, и вместе получается sick leave что-то другое. То есть я пыталась изначально зацепить чем-то своего фолловера, как сейчас модно говорить, а уже потом на этом что-то строить. И одна из моих подруг задала мне вопрос, а почему ты этим занимаешься? Тебе это разве приносит какие-то деньги? Да, пару лет это не приносило деньги. Но потом, когда я запустила марафон, я что-то заработала. Да, это были смешные деньги, но я заработала свои первые деньги. И когда начали приходить отсюда ученики, конечно же, я уже даже очень неплохо что-то смогла заработать. Так что обязательно опишите это всё здесь. Что ещё нужно? Это, конечно же, поддерживать вашу страничку. Быть там активной, проводить эфиры прямые, где вы показываете себя как специалиста. На первых порах это, конечно же, всё бесплатно. И даже многие многомиллионники, да, они тоже проводят бесплатные эфиры. Вы должны делиться чем-то, чтобы привлекать вашего студента. Эфиры по грамматике у нас были, по лексике. Конечно, когда это регулярно, ваша группка ваших фолловеров, она такая, может быть, и небольшая, но постепенно разрастается. Сейчас я эту страничку забросила, и эти люди мне пишут, куда вы пропали, где наши прямые эфиры. Но до сих пор помнят и пишут. Это очень-очень приятно. Конечно, нужно качественный материал постить. Конечно, нужно какие-то сторис каждый день. Все люди идут на людей. То есть здесь в Инстаграме работает именно ваша личность. Здесь не нужны ваши супер-классные дипломы, сертификаты, согласитесь. Можно написать всё, что угодно. Конечно, если они у вас есть, обязательно напишите это где-то тоже возле шапки профиля. В какие-то заметные вещи поместите это, чтобы, конечно, это тоже привлекало студентов, которые готовы заниматься. И что я ещё советую, в Инстаграме всегда работайте с предоплатой. То есть у меня все платили только вперёд. Потому что это не очень стабильная платформа, не та, которая даёт какие-то гарантии. Поэтому здесь только оплата и только после этого занятия. Здесь можно и консультировать людей. Если ваша аудитория постепенно набирается, конечно, у вас есть большие шансы. То есть Инстаграм, мне кажется, больше всего мне помог в этом отношении. И здесь получается зарабатывать при желании и при усердном труде. Вот и всё на сегодня. Надеюсь, я вам помогла. Напишите обязательно в комментариях, как вы ищете ваших студентов и что работает именно у вас. Мне будет очень-очень интересно. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Пока!